МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ваша передача «Впервые важная информация». Мы с ребятами находимся в стране безопасности, где учимся простым правилам грамотного поведения практически в любой жизненной ситуации. А еще это конкурс. И сегодня у ребят уже третий день соревнований. Ребята, с темой наших соревнований вы уже знакомы. Это правила поведения при пожаре в разных местах. Дома, у соседей, на лестничной клетке. А вот сегодня мы поговорим о том, как вести себя, если пожар случился в подвале вашего дома. Это тоже может быть очень опасно. Но об этом чуть позже. А пока разгадываем загадки. Я читаю вам загадки, а вы слова-отгадки вписывайте в каждый свой кроссворд, который нарисован у вас на стенде. Каждый правильный ответ – две фишки плюс. Одна фишка – за скорость. Итак, общая тема всех загадок – пожарная безопасность. У вас есть огромная подсказка. Посмотрите, каждое слово я уже отметила, с какой буквы будет начинаться. Ну что, направляйтесь каждый к своему стенду и берите в руки маркеры. Итак, первая загадка. Ловко прыгнет он в окошко и спасет детей и кошку. Победит огонь коварный, потому что он… Пишем! О ком речь идет в этой загадке? Можно прописными, можно печатными, как удобно. Главное – быстро, ребята, на скорость задания. Ну и грамотно нужно писать. Так, Даша справилась быстрее. Отлично! Итак, кто это у нас? Пожарный! Пожарный! Молодцы! Умнички-умнички! Давайте фишки я вам потом раздам. Все разгадаем загадки, а потом фишки раздаваем. Итак, первая загадка разгадана. Слушаем вторую. Что бывает, если птички зажигают дома спички? Пишем. Пишем. Скорость, скорость. Не забываем. Ярослав справился, Даша справилась. Ярослав чуть быстрее. Хорошо. Правильно, ребята, это пожар. Итак, давайте счет, чтобы мы с вами не упустили. У Даши в первый раз было три, у Ярослава две. Сейчас у Ярослава три, у Даши две фишки. И третья загадка. Я мохнатый, я кудлатый. Я зимой над каждой хатой, над пожаром и заводом, над костром и пароходом. Но нигде-нигде меня не бывает без огня. Пишем. Одновременно. Ай да молодцы. Очень быстро, поэтому каждому дам по три фишки. И последняя загадка. Когда бензин горит отменно, его легко потушит. Что хорошо потушит бензин? Правильно. Правильно, Даша. И Ярослав правильно. Ярослав справился быстрее. Итак, присаживайтесь. Раздача фишек. Кладите маркеры на место, сами присаживайтесь. Первую загадку у нас быстрее разгадала Даша. Держи три. Ярослав правильно разгадал. Две. Потом вторую загадку у нас быстрее разгадал Ярослав. Ему вручаем три фишки. А Дашеньке две фишки поменялись здесь местами. Третью разгадали быстро и одновременно, поэтому каждому по три фишки. Хоп. И Дашеньке три. Держи. И последнюю загадку. Здесь оказался быстрее на долю секунды Ярослав, поэтому ему три, Дашке две. Я хочу вам сказать, очень много вы заработали в первом конкурсе фишек. Давайте-ка посчитаем. Правильно считаете. Сколько Дашу? Десять. Десять. У меня одиннадцать. Всего лишь одна фишка разницы. Ярослава одиннадцать, Дашка десять. Отлично. Ну а сейчас самое время, ребята, для нашей третьей встречи с экспертом по пожарной безопасности, тетей Машей. Итак, внимание на экран. Девушки отдыхают. 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 дым, который идет из подвала в вашем доме. Что вы будете делать? Итак, ребята, что в этом случае будем делать? Дым сочится в дом из подвала. Я сначала скажу об этом взрослым, а потом возьму большое ведро воды и залью. Ого, какой ты смелый! Ничего себе! Дашуля, ты! Я бы сначала позвала на помощь взрослых, а потом, чтобы не просачивалась мокрой тряпкой, обмотала все. Так, давайте послушаем тетю Машу, что она нам скажет. Ребята, запомните, если вы обнаружили дым, который идет из подвала в вашем доме, оставайтесь на улице. Не нужно бежать домой или спускаться в подвал. Это может быть очень опасно. Сообщите о пожаре взрослым. Если у вас есть телефон, быстро набирайте номер 101 или 112. Будьте готовы сообщить диспетчеру адрес места пожара и телефон, с которого вы звоните. Дожидайтесь приезда спасателей на улице. А на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. Я желаю вам успехов и, конечно, победы! Итак, ребята, остался третий финальный конкурс. Сейчас я вам объясню его правила. Если внимательно слушали тетю Машу, то быстренько все ответите. Ребята, сейчас я повешу две таблички на каждом стенде. Одну красную, одну зеленую. Вот, где наши магниты. Красненькая, зелененькая. И дам карточки вам в руки. Вам необходимо будет под красной карточкой расположить неправильные ответы, а под зеленой правильные. За правильный ответ две фишки и за скорость одна фишка. Итак, таблички на стенде. Это я вам даю в руки. Держите. Итак, я читаю вопрос, а вы правильные таблички располагаете под зеленой карточкой, неправильные под красной. Если случился пожар в подвале, и вы это заметили, что надо делать? Побежали, ребята, и располагаем правильно. Пожар в подвале. Что делать? Мария Александровна очень подробно рассказала. Да-да, Даша, бери магнитик. Кто справится, скажите. Я справился, я готова. Ну, почти-почти. Так, Ярослав готов, так? Так, ты чего у Дашки подсматриваешь? Не подсматривать. Не смотрим. Готов. Все, уже ничего не поправляем, Ярослав. Так, хорошо, Даша тоже справилась. Ну, давайте проверять. Теперь Ярослав. Я перепутал. Что ты перепутал? На зеленую поставил то, что не надо, а на красную. А, ну так это не проблема. Давай тогда мы с тобой поменяем. Передвигай сюда. Передвигай остальные. Вот так, это ж... Сейчас мы исправим, это не ошибка. Просто перепутал. Хорошо. Итак, что нельзя делать при пожаре в подвале? Набирать воду и быстро тушить. Правильно, нельзя этого делать. Спуститься в подвал, посмотреть, что происходит. Категорически запрещается. Ты это понимаешь. И это главное. Молодец. Здесь позвонить по телефону 103. Думаешь, при пожаре... По телефону 103. Куда мы звонили, Ярослав? В Сукурку. Правильно. А в пожарную по каким номерам? 101. И? 112. Хорошо. Просто немножко, наверное, подзабыл. Хотя ты все знаешь. Но ничего, этот ответ мы не засчитаем. Тебе остальные сейчас проверим. Сообщить о пожаре взрослым. Верно. Оставаться на улице тоже правильно. И ждать приезда спасателей на улице. Все правильно. Итак, правильных ответов у тебя 5. Поэтому за каждый правильный ответ 2 фишки. Ну а сейчас проверим, как Даша справилась с заданием. Итак, красная табличка. Позвонить по телефону 103. Нельзя звонить. Так. Набирать воду, быстро тушить тоже. Особенно детям. Ни в коем случае без пожарных. Ждать приезда спасателей на улице. Так, это правильно. Оставаться на улице тоже верно. Спуститься в подвал. Посмотреть, что происходит. Даша, ты бы спустилась, если бы увидела дым в подвале. В подвал такая смелая. Думаешь, это правильно? Нет, это неправильно. Конечно, делать так нельзя. И последнее. Сообщить о пожаре взрослым. Конечно, в первую очередь. Итого, вы с Ярославом на равных. Пять ответов у тебя верных. Пять у Ярослава. По 10 фишек я вам сейчас и вручу. Присаживайтесь. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Оп. Ну что, мои хорошие, это было последнее задание на сегодня. Полные у вас там коробочки фишек, но тем не менее, нам их надо как-то посчитать. Давайте считать, сколько в третий игровой день вы заработали. 22. 20. И у Даши 20. Отлично. Очень много фишек. Хорошо, ребята. Отлично. Мы сегодня поработали. Много чего вы знаете. Я очень рада, как вы справились с моими заданиями сегодня. Ну что ж, сегодня третий игровой день. Завтра, ребята, финал. Так что готовимся, встречаемся завтра и определяем, кто же станет победителем. А пока, до встречи в стране безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...